всем привет предложили на обзор вот этот пылесос стоимостью до 4000 рублей цена может прыгать на него в диапазоне там три 600 3 900 примерно вот взял его реально чисто ради интереса посмотреть что вообще может пылик с таким ценником и вообще может ли что-нибудь да и тем более что это суп бренд сяоми то есть он просто обязан оправдать свои бабки на тысячу процентов называется это белое изобретение дерма dx 800 88 название бренда на слух звучит ну как бы не очень серьезно но продажи на разных торговых площадках у него измеряются тысячами народ гребет как говорится естественно будем проверять его по полной программе что он из чего он и как справляется со своей основной задачей вот в такой компактной коробке он приезжает в которой находим инструкцию по сборке которую я только что проверил как контролер в автобусе и здесь мы можем видеть три варианта сборки этого пылесоса когда основная тушка внизу ближе к щетке основная тушка наверху и вот такой вот простой короткий вариант для насадок разбираем моем сушим и здесь написано что после каждой третьей уборки но все это хорошему надо мы также вот такая веселенькая инструкция есть русский язык все подробно расписано все что входит в систему пылесборника можно мыть и контейнер и хепа фильтр это прям хорошо можно предположить из своего же опыта что все это системы фильтрации так далее хватит ну примерно года на три уж точно только потом надо будет задуматься о смене фильтра основная щетка и вот он первый прикол она просто щетка никакой турбо щетки здесь нет как у старых советских пылесосов до старого типа у них не было турбо щеток все пылесосы были вот такие и вот сейчас мы видим в dx 888 ту же самую историю но здесь вот хорошие ролики кстати качество пластика очень близко к xiaomi но чуть-чуть похуже в целом можно сказать что она хорошая все это не выглядит каким-то фуфлом соединительная труба она пластиковая полностью две насадки одна вот такая для чистки например дивана или там кресло может быть в автомобиле и вот такая вот щелевая все примитивно все очень просто но достаточно крепкий кстати пластик такой вполне годно ручка у пылесоса съемная фиксатор защелка пластик точно такой же но для трех там с половиной 3900 вполне и самое главное основа сердце этой модели тушка пластик точно такой же как и все до этого остальное и если посмотреть поближе никаких негативных эмоций этот пылесос внешне не вызывает мощность никак не регулируется она у него заявлено 15000 паскаль это проводной пылесос 15000 это кстати неплохо я думаю что у него много чего должно получиться и единственная кнопка включения и выключения на никакой регулировки мощности здесь нет длина кабеля 5 метров я думаю в принципе в любую комнату и есть чем больше розеток дома тем лучше вот так отстегивается бак здесь просто обычный поролон в виде фильтра который защищает турбину и и тоже периодически надо будет на свое усмотрение по мере загрязнения промывать опять же из этой же инструкции можно узнать что мощность 600 ватт это мощность двигателя сила всасывания 15 килопаскаль до или 15000 паскаль емкость пылесборника 450 миллилитров пылесос понятно здесь никакого циклона фильтр тут можно сказать что двойной вот это скорее все снимается да очень плотно сидит чехол и вот он хепа фильтр вот это будет забиваться в первую очередь и скорее всего да так как это не циклонного типа пылесос вся пыль которая будет залетать в пылеприемник она вся будет забивать вот этот чехол после того как она забьется будет забиваться хепа фильтр поэтому такие пылесосы приходится чаще обслуживать ну действительно там в инструкции написанных через каждый третий раз ну вот примерно может не каждый третий раз но каждый пятый точно иначе он забьется и не будет всасывать я предлагаю собрать его как я бы его использовал на каждый день то есть это все пойдет вниз совмещаем стрелочку с кружочком и и я вот на очень зашло никакого люфта вообще то есть это будет низ пылесоса сначала совмещаем ручку стрелочка с стрелочкой отлично вошло и уже потом прицеливаемся чтобы это все было ровно и одеваем на тушку все супер собралась отлично в общем вот такая вот штуковина получилось скорее всего именно в таком виде он собран у большинства либо эта ручка вот так легко защелкивается на тушку по весу килограмма наверное 23 он весит с маневренностью у него все офигенно ручка отлично поворачивает основную щетку в таком состоянии до собранном при такой трансформации пылесос вообще не тяжелый двигать его очень легко буквально одним пальцем можно смотрите что еще нашел в коробке в крепление на стену они предлагают крепить вот такой вот защелкой как трубы пластиковые примитивная система здесь липкая лента на обои я думаю такое крепить не надо только если вдруг вот вот аккуратненько просверлить две дырочки или одну крепится может только тушка у нее есть вот такие вот ребра вот но у нас тушкам внизу и тогда надо крепить по идее где-то вот здесь но здесь не закрепишь только если вот тут ну короче система честно говоря ну как бы так себе я думаю что многие вообще не будут пользоваться этим крепежом опять же если тушка будет внизу провод придется вот так вот взять и как-то вот здесь в ручке его держать пробуем первое включение моя любимая перловка лайтовые условия для пылесоса для тестирования ну просто идеально тут вообще для него это не проблема с этой задачи справился просто отлично ну и раз так все хорошо давайте прям сразу жесткоча начнем разбиваем копилку всегда я этот тест делаю монеты мое пробуем офигеть 50 копеек ему не понравилось а 10 копеек 10 копеек не берет пылесос смотрите но тут как бы чё тут говорить о мощности более чем для домашних условий этой мощности достаточно еще раз покажу на самом деле удобно все это вынимается достаем фильтр и вот это все вытряхиваем обратно в копилку тут даже никаких других тестов не нужно потому что и ковры он будет хотя нет в это вы же скажете не протестировал ковер сейчас ватрем перловку в ковер и посмотрим там щетки то нет там как он из ковра достанет перловку но я уверен что будет все отлично я не знаю не спрашивайте меня почему я овсяные хлопья называю перловкой но будем втирать их хотя подождите у нас есть очень грязный ковер здесь собачья шерсть давайте просто имитацию уборки смотрим охренеть видно вот так вот мощности у него просто за глаза я сначала подумал что ему тяжело подбирать шерсть но вы сами видели с какого куска вот этот трэш вот честно нет смысла втирать ковер овсяную перловку вот это потому что он ее реально по-любому всю они из него вытянет имитируем мега срач прям с этим же грязным контейнером поехали это очень круто за даже 4000 значит итоги такие у него отличная мощность всасывания если ковров нет более чем с головой его хватает вот такой за странный ковер в итоге им тоже можно вычистить если бы здесь еще было и щетка turbo щетка это был бы вообще мега пылесос за 4000 но за 4000 не бывает таких пылесосов нормальный внешний вид он компактный он не тяжелый им удобно пользоваться собирается четко неудобно конечно это вот этот провод его если в таком варианте его нужно вот здесь будет держать по-любому как я сказал ранее система у него не циклонного типа понятное дело что это нужно будет чаще раза в три чаще чистить чем пылесосы с циклонным типом да вот именно для ковра особенно если есть животное но реально не хватает на турбо щетки вращающегося веника потому что по сути он пытается приподнять шерсть только вот этой вот резиновой силиконовой полосочкой для ковра этот пылесос не самый лучший вариант честно если ковров нет мега пылесос если его собрать вот так то это не очень удобно это может быть вообще неудобно потому что ты по сути держишь вес этого пылесоса в руке провод у тебя болтается в принципе не очень сильно мешает но хотелось бы его как-то вот здесь зафиксировать и масс маневренностью проблема видите то есть я его не могу спокойно вот так повернуть то есть вот эта сборка лично меня не устраивает можно использовать вот в таком виде диван пропылесосить например тот же с этой насадкой в принципе можно использовать в автомобиле но он такой длинненький сам этот пылесос не знаю получится ли везде подлезть но что-то конечно пропылесосить получится однозначно могу рекомендовать вот этот пылесос ссылка на него есть в описании под этим видео но мне на сегодня все друзья всем добра увидимся и пока пока и еще один момент пятиметровый провод и уж надо куда-то девать то есть либо его так постоянно складывать придется закручивать или может быть липучку сюда придумать или просто вот так он будет где-то лежать на полу рекомендует рекомендует рекомендует